Сквер Дружбы – одно из любимых мест отдыха на вуральцев. Теперь он благоустроен, обновлен, находиться здесь действительно приятно. Сегодня Сквер Дружбы был торжественно открыт. С этого дня начался новый этап его богатой истории. Что такое история? И история – это память о жизни. Таких историй у нашего города тоже очень много, хотя у нас сравнительно молодой город. Одна из таких историй – это создание Сквера Дружбы в 1958 году рядышком с парком культуры и отдыха на горе Осиновой. На этом месте гуляли наши бабушки и дедушки. На этом месте будем сегодня отдыхать мы и наши дети. Подрядчиком по выполнению работ выступило предприятие «Рост в строй новации». Объем работ немаленький. К примеру, тротуарная плитка взамен асфальтового покрытия выложена на площади 985 квадратных метров. А еще это ремонт лестниц у стеллокомбината, благоустройство клумб, посадка деревьев, установка скамейки урн и устройство остановочных павильонов. Стоимость работ составила более 4 миллионов рублей. Вообще здесь по благоустройству, если вы помните, располагались асфальтированные дорожки. Но было нами принято такое решение, что мы асфальт на асфальт не будем менять, а асфальт поменяем на более приятную для благоустройства плитку бихатон. И, соответственно, рисунок выложили, согласовали это, подрядчик это все выполнил. Так как мы задумывали, значит, из основного еще что? Дополнительно мы установили здесь освещение. Это 4 прожектора на опорах освещения, которых здесь ранее не было. То есть они будут здесь больше света давать в темное время суток. Дополнительно еще мы на территорию сквера вынесли две остановки, два остановочных комплекса. Под них, соответственно, подготовлена была площадка и они установлены были. Ну, цветники переоборудовали, бортовой камень на цветниках уже разрушенный был. Из зеленых насаждений постарались максимально сохранить все, что здесь было. Произвели обрезку. Что еще поменялось в любимом месте отдыха горожан, как преобразился сквер, а также интересные факты из его истории, в частности, о возвращении скверу его исторического названия, расскажем в понедельник в программе «Объектив. Итоги». Альбина Бабкова, Николай Ларионов, Новурайская вещательная компания.